Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Если вы смотрите это видео, значит вы интересуетесь винами. И значит вы, наверное, слышали когда-то о биодинамических винах. Именно о них и пойдет речь в нашем видео сегодня. Тема очень неоднозначная и вызывает споры жаркие в рядах профессионального сообщества. И моей задачей сегодня является постараться раскрыть вам эту тему максимально беспристрастно. Рассказать вам о том, что такое биодинамическое виноделие, виноградарство, какие практики используются, посмотреть на эту тему с разных точек зрения, ну и дать вам пищу для размышлений. Как и в случае с органическими винами, приставка «биодинамический» в большей степени рассказывает нам о тех процессах, которые происходят непосредственно на земле. Это виноградарство, уход за лозой и за почвой. И в меньшей степени о тех процессах, которые происходят на винодельне. Но в отличие от органики, об органических винах, кстати, мы записали очень подробное видео в прошлый раз, вот ссылочку здесь оставлю. В отличие от органического земледелия, биодинамика окружена таким ореолом мистики и эзотерики, поскольку не имеет под собой какого-то научного обоснования. Именно поэтому очень часто к биодинамике относятся весьма скептически. Но в то же самое время поклонники биодинамики увеличиваются с каждым годом. Все больше виноделов вступает в их ряды. И все как один отмечают то, что с началом использования биодинамических практик они замечают значительные улучшения в качестве почвы, в состоянии лозы, в качестве ягод и, как следствие, качество и вкус вина тоже меняется. Вы, наверное, удивитесь, почему же тогда биодинамика такая мистическая, если уже эмпирическим путем выявлено, что она работает и все хорошо. Почему тогда к ней относятся как-то скептически? Сейчас я расскажу вам о практиках, которые применяются в биодинамическом виноградарстве и вы сами все поймете. Итак, практики. Во-первых, важно иметь органическую базу, поскольку биодинамика это органическая база плюс космическая философия. Следом идут удобрения, которые используют биодинамисты. Это специальные препараты и чаи. Например, препарат под номером 500. Это навоз, выдержанный в коровьем роге. Причем навоз могут использовать всякие разные от разных животных, но самым гармоничным считается навоз коровы, поскольку корова это животное стихии воды. Биодинамисты верят, что есть разные стихии. Четыре. Это вода, воздух, земля и огонь. И они верят в то, что каждая из этих стихий ассоциирована со своими планетами и с разными частями самого растения. Например, у лозы корень это земля, побеги это вода, цветы воздух, если я не ошибаюсь, и плоды это огонь. И поэтому в зависимости от того, какой именно части растения требуется помощь в тот или иной момент времени, будут применяться разные удобрения. Если найду, вставлю себе фотографию, которую я сделала год назад в хозяйстве Грамона. Это Испания, Каталония. Они там делают каву. Это биодинамическое хозяйство. И там разные кучки с изображениями разных животных, которые ассоциированы с этими кучками. Очень так мило смотрится. Дальше. Препарат 501. Это кремний, выдержанный в коровьем роге. Кстати, вот, наверное, вы задаетесь вопросом, почему именно был выбран для выдержки рог коровы. Здесь все очень просто и совершенно нет ничего удивительного. Дело в том, что коровий рог, он такой интересной формы, обладает завитком, и он работает как антенна, поскольку принимает космическую энергию и концентрирует ее по содержимым этого самого рога. Вот и все. Все элементарно. Так, следующий препарат. 502. Это соцветие тысячелистника, который выдерживается в мочевом пузыре оленя. 503. Это ромашка, по-моему, которая выдерживается в коровьих кишках. Ну, в общем, все в таком духе. Вы поняли. Следом, очень важна динамизация этих удобрений перед их применением. Что это означает? Нужно в течение длительного времени раскручивать эти удобрения в воде в бочке, пока не образуется специальная воронка и пока мы не увидим дно той самой бочки. И считается, что в это время происходят какие-то особенные процессы. Удобрение знакомится с водой, насыщается космической энергией, приобретает гомеопатические и магнетические свойства, и при этом сила удобрения увеличивается многократно. По этой причине требуется использовать такую вот мизерную, очень маленькую гомеопатическую дозу, практически незаметную. Вот. И, наверное, вот еще один принцип, о котором пойдет речь в биодинамике, это время использования разных препаратов, а также время исполнения разных процессов, например, подрезки, которые происходят на винограднике. Очень важно синхронизировать эти действия с лунным календарем, поскольку биодинамисты верят в то, что местоположение луны, земли, солнца, созвездий влияет напрямую на растения, поэтому огромным значением обладает именно правильный выбор времени для разных процессов. И для этого используется лунный календарь Марии Тюн, который известен сейчас по всему миру. Итак, на первый взгляд кажется, что стать биодинамическим виноградарем достаточно просто. Самый известный биодинамист Николя Жоли говорит о том, что потребуется всего лишь 6 дополнительных рабочих дней в году на участок 15 гектаров. Ну, с учетом того, что участок изначально органический. Его калькуляцию поддерживает другой винодел Доминик Лафон, который говорит о 100 дополнительных рабочих часах на участок той же площади. Но оба они сходятся во мнении, что просто внедрить биодинамические практики, начать использовать специальные препараты, недостаточно, чтобы стать биодинамистом. Для этого нужно научиться мыслить как биодинамист, научиться из года в год чувствовать свой виноградник, чувствовать, какие изменения происходят с ним, и что именно нужно добавить для того, чтобы помочь ему получать энергию из космоса. А вот на это уже могут уйти долгие годы. Биос означает жизнь, а динамический означает изменение движения и скорости этого движения. И главный, основной принцип биодинамического виноградарства это согласованность сельскохозяйственных процессов с биоритмами природы, с энергией воды, земли, воздуха и, конечно же, космоса. Ну как, звучит очень загадочно, не правда ли? И это неудивительно, ведь основоположником биодинамики является сверхзагадочная фигура, о которой идут споры уже более сотни лет. И фигура эта Рудольф Штайнер. Нет, он не агроном, он философ, мистик, эзотерик, ясновидящий, чье учение получило название антропософия. Его задачей было построить мостик между духовным и материальным миром. Среди его интересов были разные области познания. Он интересовался и делал труды на тему религии, искусства, архитектуры. В качестве наследия он оставил вальдорфские школы, которые есть практически во всех странах мира, косметика Веледа и, конечно же, биодинамическое сельское хозяйство. Причем, пятно своего внимания на сельское хозяйство он обратил только к концу жизни. И за год до своей кончины он провел для фермеров цикл из восьми лекций, которые назывались «Духовно-научные основы развития сельского хозяйства». И именно эти лекции вошли в основу биодинамического подхода к земледелию. Он говорил о том, что биологическая частота Земли очень важна, но не менее важны процессы энергетические, которые на нем происходят. И он говорил о том, что почва – это живой организм, который неразрывно связан с космосом и с космической энергией. И о том, что очень важно в баланс держать все компоненты системы. Это и почва, и само растение, и человек, космические силы и так далее. И мы видим таким образом, что биодинамический подход – это не просто там вид сельского хозяйства, а это целая большая философия. Помните, я сказала, что биодинамика – это органика плюс космическая философия. Когда появляются такие определения, такие формулировки, как «жизненные силы», «космическая энергия», сразу возникают вопросы. Правда же? Ну, ладно, не у всех возникают вопросы, потому что есть изначально категории людей, достаточно таких вот мистически настроенных, которые принимают эту информацию очень легко. Это такие люди, которые сверяются с гороскопом, прежде чем принять важное решение, записываются к парикмахеру только в определенные дни лунного календаря, разговаривают со своими цветами, которые в горшочке на подоконнике. Они как-то ближе воспринимают биодинамический подход. Но ведь есть и другие люди, которые привыкли логику ставить во главу угла, которые воспринимают информацию через призму недоверия, которым необходимы научные обоснования и аргументы для того, чтобы они поверили в тот или иной подход. И вот эти люди, как правило, к биодинамике относятся очень скептически и считают биодинамику заговором сумасшедших, не воспринимая ее всерьез. Но тем не менее, мы не можем отрицать того факта, что все больше виноделов становится биодинамистами. И при этом они как один рассказывают очень похожую историю, как именно они перешли на биодинамическое виноградарство. Они говорят о том, что сначала, как правило, они пробуют на небольшом участке виноградника по разным причинам. Из-за просто интерес, любопытства, или порой от безысходности, когда у виноградника есть какая-то такая болезнь, с которой уже невозможно справиться, и они пробуют биодинамику. И впечатлившись такими результатами, ошеломительными, они уже конвертируют полностью виноградник под биодинамическое виноградарство. Кстати, зачастую биодинамические виноградари это не какие-то там эзотерические романтики. Очень часто это люди с таким серьезным логическим бэкграундом, там в прошлом финансисты или банкиры, то есть в прошлом те профессии освоившие, которые требуют исключительно такого логического подхода. Давайте пару таких историй мы с вами проговорим сейчас. Итак, первый человек, о котором пойдет речь, это Николя Жоли. Наверное, это самый известный биодинамист сегодня. В прошлом он был банкиром, но в какой-то момент бросил свою карьеру и вернулся во Францию для того, чтобы заниматься семейным виноградником. И в начале своей виноградарской карьеры он послушал консультанта, который порекомендовал ему использовать гербициды, пестициды, минеральные удобрения для того, чтобы сэкономить несколько тысяч франков, избавиться от сорняков. Но и заодно с этим Николя Жоли практически избавился и от своих виноградников тоже, потому что через пару лет после начала использования этих препаратов он увидел, как сильно поменялась природа. Почва изменила свой цвет, жизнь ушла из почвы, ухудшилось в качестве винограда. И тогда он пробовал разные методы реинкарнации своего виноградника, и ответы он нашел именно в книге Рудольфа Штайнера. С тех пор он, скажем так, проповедует биодинамическое виноградарство и дает лекции по всему миру о том, что это такое, как правильно его вести. Следующий, наверное, пример, о котором я хотела бы рассказать, это Дамен Лефлеф. Еще при жизни Анна Клод рассказывала историю о том, что именно благодаря биодинамике в 90-е годы им удалось спасти виноградник 30-летний, «Бенвеню Батарт Монраше». Она говорила о том, что что-то случилось, листья пожелтели, виноградник перестал плодоносить, и консультанты рекомендовали уже его выкорчевать полностью, высадить новые лозы. Они перепробовали уже все, что можно, ничего не помогло. И тогда они решили, ну, уже потерянный виноградник, просто попробовать биодинамическими способами на него воздействовать. И были потрясающие результаты. Они не могли поверить в то, как вообще хорошо и тепло лоза отреагировала на отсутствие пестицидов и на использование биодинамических препаратов. И таким образом они начали применять биодинамику и на других своих виноградниках. Кстати, Анклод рассказывала также о том, что в 97-м году к ней в хозяйство приехали закупщики из компании Корнием Барроу, это британская винодорговая компания. Она предложила им два вина вслепую попробовать, и 12 из 13 человек выбрали одно вино. Технически оба вина были одним и тем же вином. Это было Пулиниман Роше Премьер Куриук Лаваньон 1996 года с небольшим лишь отличием. В одном бокале было вино, сделанное с лоз, которые обрабатывались биодинамически, а в другом бокале обычное вино. Таким образом, мы видим, что при прочих равных условиях, при одинаковых винификационных процессах все-таки разницу в качестве самого вина почувствовали практически все из тех, кто проводил дегустацию. И третье, о ком же я хотела вам рассказать, это Мишель Шапутье. Он начал использовать биодинамические принципы с начала 90-х годов, и сегодня имеет 620 гектаров под лозой, которые обрабатываются биодинамически, что делает его самым крупным биодинамистом во Франции. Он, кстати, верит в то, что у биодинамики большое будущее, только если она найдет научные обоснования своим практикам, потому что пока научных обоснований недостаточно, еще очень большое есть количество людей, которые будут относиться к этим практикам скептически. И давайте сейчас с вами поподробнее проговорим о том, что думает наука относительно биодинамических практик. Итак, есть разные научные исследования, которые были посвящены теме биодинамики. Ученые пытались понять и объяснить, если действительно какое-то научное обоснование за теми или иными биодинамическими препаратами. Я вам скажу совершенно честно, я в оригинале все 40-50 исследований, которые были сделаны, не читала, потому что это был бы просто адский труд в оригинале все это прочитать, изучить и проанализировать. Но я нашла интересную статью Линды Скотт. Это профессор Государственного Вашингтонского университета и статья ее называется «Есть ли наука за биодинамическими препаратами? Обзор литературы». Она проанализировала все исследования, которые были сделаны по этой теме и представляет нам выводы свои в этой статье. Кстати, ссылку на эту статью я оставлю в описании видео для того, чтобы вы могли с этой статьей ознакомиться, если вам интересно. Так вот, она говорит о том, что, к сожалению, исследований сейчас мало и они не очень достоверны и они очень противоречащие, потому что есть разные исследования, которые предлагают выводы, которые друг с другом спорят. Одно исследование, например, доказывает то, что определенный препарат увеличивает температуру в земле, другое исследование говорит, что, наоборот, этот же самый препарат ее уменьшает. И сравнивали всегда биодинамические земли и просто органические земли. Каких-то значимых различий они найти не смогли. Поэтому на сегодняшний день исследований, которые могли бы привлечь скептиков в ряды биодинамистов, недостаточно. И, к сожалению, ученые в очереди не стоят для того, чтобы эти исследования проводить, поскольку они не хотят, чтобы их фамилии ассоциировались с какими-то псевдонаучными течениями. Это вторая проблема. Возможно, если бы исследований было больше, тогда бы мы получили какую-то информацию, но они крайне редки. У ученых мало желания заниматься вообще этим. Но все меняется. Если появятся научные доказательства, возможно, подход станет более распространенным. Ведь до того, как Коперник предложил гелиоцентрическую модель мира, люди верили в то, что это Солнце крутится вокруг Земли, а не наоборот. И научный подход со своим рационализмом он отделил нас от мистического мировоззрения предков. И жесткий клан ученых сместил это мистическое представление на какую-то оригинальную обочину. Но сегодня мы живем с вами в совершенно удивительном сверхскоростном мире. И каждый год есть какие-то новые открытия, которые доказывают то, что раньше, еще пару лет назад, считалось какой-то магией, чем-то совершенно невообразимым. Например, возьмем ту же самую квантовую физику. Но какие головокружительные открытия, от которых просто взрывается мозг, честно говоря. Да, они говорят, что есть две частицы элементарные, которые влияют друг на друга, даже если одна уже улетела далеко за пределы галактики. Есть эксперимент, который называется эффект наблюдателя, который говорит о том, что наблюдатель своим фактом существования, тем, что он смотрит на какой-то процесс, он может им управлять. Например, электрон меняет траекторию своего движения в зависимости от глаз смотрящего. Ну, мистика, мистика. И вообще, если фонтон света может быть одновременно и частицей, и волной, и одновременно находиться в трех разных местах, то вообще в каком мире мы живем? Что мы знаем об этом мире? Очевидно, что мир гораздо сложнее, чем нам он кажется. Правда? Итак, что же такое биодинамика? Заговор эксцентричных чудаков? Религиозная секта? Или, может быть, общество людей со сверхинтуицией, которые опередили свое время? Ответы на этот вопрос у меня нет. Но мы точно знаем, что практики эти каким-то мистическим образом работают, поэтому нам с вами остается только ждать, пока наука сможет найти им объяснение. Скажите мне, друзья, что вы думаете об этой теме? Верите ли вы или не верите в биодинамическое виноградарство и о том, что оно влияет позитивно на лозу и на вино? Мне будет очень интересно с вами об этом пообщаться в комментариях. Ну и, конечно, подписывайтесь, ставьте лайк, потому что лайк это эквивалент слово спасибо на YouTube пространстве и скоро с вами увидимся. Все. Пока-пока. Чао-чао.